Администрация Неревского района полностью решила проблему перевозки детей в муниципальном образовании. Все учебные заведения обеспечены специализированным транспортом. Последней в очереди на получение автобуса стояла Ёмстинская школа. До днях ее автопарк пополнился микроавтобусом «Газель». С 1 сентября он будет возить на занятия первоклашек. Я вам желаю, чтобы ваша школа пополнялась с учениками. Сейчас таких машин, как эта «Газель», было больше. Дети в этой школе будут с удовольствием. У вас успехов и вам новые ключи. Ключи от новой школьной «Газели» директору Ёмстинской школы вручил исполняющий обязанности главы администрации Нерехта и Нерехтского района Игорь Малякин. Микроавтобус будет доставлять на учебу ребят из окрестных сел и деревень. Наша школа особенно представляет очень большой образовательный комплекс. Ёмстинская средняя школа включает еще в себя 4 структурных подразделения, которые находятся в других населенных пунктах – в селе Арменки, Лужки, Клементьево. Ежедневно мы осуществляем подвоз для 80 учащихся. Школьная «Газель» нам очень кстати. Она будет работать на маршруте Клементьево-Ёмстно и подвозить ребят из Клементьево. Маршрут выбран не случайно. В сентябре из Клементьево в Ёмстинскую школу придут 10 первоклашек. На новой «Газели» путешествие от дома до учебного заведения и обратно будет для них приятной прогулкой. Микроавтобус оборудован по всем требованиям, которые предъявляются при перевозке детей. В «Газели» есть кнопка связи с водителем, ремни безопасности, ограничитель скорости. Ребята, за того регионтьева осталось 2 километра. В свободное от занятий время «Газель» будет возить в Нерехту старшеклассников. Они часто ездят в город на соревнования и олимпиады. Я учусь в 11 классе. На следующий год я буду сдавать ЕГЭ. ЕГЭ мы сдаем в городе Нерехта. Думаем, что ездить будет туда очень удобно и комфортно. «У нас в школе есть своя спортивная команда. Мы ездим в Нерехту на межскольные соревнования, играем в волейбол, баскетбол. Теперь у нас есть новая «Газель». И думаю, что с этой «Газели» у нас только первые места будут». Можно сказать, что с сегодняшнего дня проблема перевозки школьников в муниципальном районе решена. Приобретена новая «Газель» по программе модернизации, которая будет в срок доставлять учеников к образовательному процессу. Сегодняшний день ни одна школа муниципального района уже не нуждается в автотранспортных средствах. Это была последняя школа. Эта проблема решена.